Добрый день Вы знаете, если брать точку отсчета прошлого нашего праздника 2015 года, работы проделаны очень большие на Гомельском отделении. Я скажу первое, что в декабре месяце закончилась электрификация участка Гомель в Злонбе протяженностью 86 километров. Главное событие произошло на 17 июня, когда мы открывали движение и презентовали электричку с участием главы государства. 3 августа мы открыли регулярные движения уже нашей новой электрической ЭПМ в направлении Гомель-Минск, которая имеет 7 вагонов, 382 посадочных места, 5 санузлов, есть бар. Григорий Владимирович, хотелось бы узнать, с чем связано такое внимание к поездам направления Гомель-Минск. То есть действительно на сегодня оно является наиболее востребованным у пассажиров или по какой причине? Вы знаете, наши пассажиры, мы все любим комфорт и скорость. Да, сегодня за 3 часа доехать в Минск. Здесь я скажу так, что да, сегодня прекрасные у нас и автомобильные дороги, но все-таки тот комфорт, который сегодня есть в наших новых поездах, конечно, для людей, я считаю, что это удобно, и мы старались подвязать так, чтобы и график движения подходил, чтобы люди могли приехать к 10 часам утра в Минск, обратно, да, и обратно после 18 часов, значит, вернуться опять, сесть в электричку и благополучно добраться до города Гомеля. Григорий Владимирович, ну вот если говорить в целом, какие все-таки на сегодня поезда наиболее востребованные у населения? Сегодня пользуются популярностью это Гомель-Москва, Минск-Киев, Минск-Ново-Алексеевка, Минск-Адлер, Минск-Анапа и Минск-Минеральные воды. Это что касается международных поездов, ну, понятно, что если говорить о оригинальных поездах, много мы назначаем по направлению, там уже Гомель-Гомель, вокруг Гомеля, потому что дачный сезон, необходимо выезжать нашим жителям и на дачу, возвращаться обратно. Ну, это такие, как я понимаю, сезонные, да, временные изменения, которые периодически вводятся, да, а если говорить в целом, вот в ближайшем будущем, какие новшества ожидаются в работе Гомельского отделения Белорусской железной дороги? Вы знаете, город Гомель второй по населению республики, и то, что мы начали по электрификации, главная задача ее продолжать, поэтому в планах наших до 2020 года довести электрификацию до станции Калинковича и до станции Барбаров. Уже идут подготовительные работы, вы поймите, это сокращение эксплуатационных расходов, это экология и удобство для пассажиров, поэтому в этом направлении нужно идти дальше. Григорий Владимирович, ну вот отличная точка, отличное завершение нашей беседы, хочу вас поблагодарить за то, что вы нашли время и ответили на наши вопросы. Спасибо огромное за предоставленную возможность, но и я не могу, конечно, в этот праздничный день не поздравить своих работников, ветеранов труда, которые заложили фундамент, и мы сегодня продолжаем развитие Белорусской железной дороги, Гомельского отделения. Мне сегодня хочется сказать всем огромное спасибо за тот труд, который вкладывали и вкладывают наши работники. Хочется пожелать всем искреннего здоровья, счастья, благополучия, успехов во всех делах и начитаниях. Ну и всем удачи, хорошего праздничного настроения. Всех с праздником!